Соня Не спи, все будет хорошо, слышишь? Потерпи немного. Мы выберемся, обязательно выберемся. Люди не понимают, что в горах это опасно. Здесь ходят дикие звери, медведи. Я понимаю, что кому-то хочется после города уединиться и отдохнуть. Но надо не забывать, что здесь все-таки это Кавказ. Сюда кажется все так просто и легко, а на самом деле, когда спускаются вниз... Забираются в те места, откуда они могут обратно вылезти. А точно легкая трасса? А вроде. В городе ошибок не прощают. Наверное, надо считать тех, кого не спас, да? Работа спасателя себя включает много. Ты как психолог, где-то как брат для детей, как воспитатель, потому что многие не понимают, где находятся. Мы живем своим отрядом как дома, братским, да? Здесь не у нас как... Все-таки Кавказ старше и младше, это учитывается. И это хорошо. Отношения, воспитание, уважение наше, это тоже показатель как бы, да, как общение с туристами, которые слегка далеки, ну... Они не понимают, что такое Кавказ, что здесь все-таки свой менталитет, свои какие-то традиции, которые, ну... Чуть-чуть надо придерживаться, мы не просим никого соблюдать, просто придерживаться. И за себя переживать за нас не надо, мы за всех остальных попереживаем. Сюда кажется все так просто и легко, а на самом деле, когда спускаются вниз, там камнепады непроходимые, вот это... Мелкое редколесье, не знают дорогу, скальные сбросы. Вверх идти уже сил не хватает, вниз идти не знают куда, и просят помощи. Вот в прошлом году две девушки спустились вниз. Соня, Сонечка, где твой телефон? Телефон где? Телефон. Соня, Соня, нам надо идти, слышишь? Я не смогу никуда идти, мне очень сильно больно. Хорошо, нас уже наверняка ищут, мы сможем. Слышишь меня? Мы сможем. Соня, Соня, Соня. Вот это вот ущелье, которое прямо под нами, поляна ущелья Гунащирское, оно относительно легкодоступно, и люди, видя озера, вот эти внизу обычно туда пытаются спуститься. И после этого, как правило, переоценивают свои силы. Мы с коллегами живем по семейному, у нас нету, как сказать, не то что взаимоуставных отношений, потому что мы идем вместе в горы, спим вместе, едим вместе и в палатке, не знаю, в пятером, в двухместной можем находиться. И братское, не знаю, как родные, когда на работе как родные, по другому не получается, ты должен доверять человеку, с кем ты ходишь. Это безопасность моя, его, и если это идут по сработе, то успех. Если не будешь доверять своему напарнику, как ты будешь страховку доверить и спуститься на отвесную гору вниз, если ты не будешь доверять своему напарнику, если вы не будете так близко жить, да, так же? Да, да, это гарант успеха нашего, да, как бы. Я знаю, что если он там вяжет веревку, то он ее привязал. Мне не надо там по 10 шахтам не спрашивать, проверять. Ну, где что-то на автоматизме. Отлично. Каждый случай индивидуален в спасении. Где-то может быть не то, что грубость, а строгость общения. Может, ну, где-то даже и грубость человека приводит в чувство, потому что он в шоке, находится в шоком состоянии. И если, как сказать, с ним нянчится, то может произойти еще худшее бедствие, да. Где-то надо донести до человека, чтобы просто остановился, отдышался, не паниковал, без суеты, без лишней. Вот так бывает, ребятушки, ошибок не прощают. Там, где горные туры лазают, не надо нам, людям, на двух ногах лазить. Вот так часто бывает, когда степные приезжают на горы, чувствуют себя асами, интернетными альпинистами и забираются в те места, откуда они могут обратно вылезти. Как в горах без шуток, да, все-таки юмор это доброе, да. И улыбка, подаренная человеку, думаю, должна возвращаться. На этом мир держится, нет? Ну, если больше не порядок, вот и все. Когда мы ходим в горы, мы стараемся придерживаться этой системы, того, чему нас учили. Я всегда, каждый раз, когда мы находимся в какой-то экстремальной ситуации, у меня в голове звучат голоса наших инструкторов, которые нас учили, которые эти системы с нами, эти ситуации с нами прорабатывали, проговаривали. Те гипотетические ситуации экстремальные, которые могли бы случиться, мы их все изучаем. И фактически, даже когда мы видим, что другой человек или другая группа, которая находится параллельно с нами в горах, она попадает в какую-то ситуацию, какую-то беду, мы видим те ошибки, которые они совершили. И когда ты обладаешь хотя бы теоретической базой знаний, на практике ты можешь эти ошибки предвидеть, разглядеть и быстро на них реагировать. И нередко бывало, что мы ходили на помощь к людям, которые, не понимая того или же став под влиянием этих обстоятельств, попали в беду. Приходится за такими горе-фрирайдерами ездить, летом за начинающими альпинистами, как бы они себя считают ездить, то есть ходить, вернее, подвигаться, спасать. Вот такими спасработами занимаемся почти каждый день. Это вон того выступа, где вот типа блестит на нас походу в ухо и со входа. Так это это место? Да, по-моему, оно. Вон там вот идет маршрут. И туда нужно выйти. А точно легкая трасса? А вроде. Посмотрим. Да вон того вверху. Да вон того выступа, где вот типа блестит на нас походу в ухо и со входа. Там ты берешься, берешься, правой рукой берешься и левой рукой стараешься зацепить. Понял? Страховка готова? Страховка готова. Несмотря на то, что каждый из нас привык верить в себя и что мы такие все горцы, такие молодцы, самоуверенные, горы, они не прощают ошибок в хорошем смысле. Не то, чтобы люди страдают в горах. Но если ты собрался сходить на вершину, нужно относиться к этому очень серьезно. Если ты собираешься провести время в горах, нужно очень серьезно к этому подготовиться. Для того, чтобы та радость, те эмоции, с которыми ты туда идешь, они сохранились и приумножились во время возвращения. Для того, чтобы это не превратилось в работу для тех людей, которые профессионально занимаются спасением. Ну, был интересный случай, такой уже достаточно известный случай был. Принимаем, принимаем. Огласку получил такой случай. Самое интересное, на моей памяти, в моей практике, это когда ребята вот как раз именно на Чумурджаре попали в камнепад. Одному из них оторвало ногу. Была неверная информация о том, на каком рельефе лежит человек, потому что связь плохая очень была. Мы туда прилетели, потому что думали, что летим забрать человека и улететь. А нам пришлось еще почти сутки там торчать, ночевать. Ну, вот так. Ну, слава богу, человека спасли. Ногу ему удалось спасти. В итоге тоже ногу пришили, ему успели. Ну, наверное, это, пожалуй, один из самых таких интересных случаев при помощи вертолетов. Практика показывает, что больше всего проблем создают те люди, которые просто игнорируют технику, просто игнорируют правила безопасности. Те, кто их соблюдает, достаточно хорошо продумана система техники безопасности в альпинизме и вообще в горных видах спорта. Если их соблюдать, то действительно мало шансов попасть в беду. Действительно мало шансов создать работу этим ребятам. Но для того, чтобы понимать, что делать, нужна подготовка. Нельзя просто подумать и самому решить, как будет верно. Нужно обучаться, потому что это долгие годы практики методом проб и ошибок. Спортсмены, профессиональные альпинисты, они выработали целую систему преддикторов подобных трагедий. Смотри, уходи влево. Вправо уходи, точнее. Вправо уходи. Была, например, такая ситуация. Мы с товарищем проводили восхождение на гору Эльбрус с южной стороны. У нас была небольшая группа. Ребята были начинающие спортсмены. Достаточно взрослые ребята были, но они решили начинать заниматься альпинизмом. Готовились долгое время. Они приехали на Кавказ. И мы помогали им провести восхождение на гору Эльбрус. И так получилось, что сильная непогода замедлила наш темп. Так как ребята были неподготовлены, мы, сохраняя все условия безопасности, двигались очень постепенно, с низким темпом. И возвращаясь уже с вершины, мы были практически самые последние на горе. В тот день очень много людей совершили восхождение. Погода долгое время не давала выходить. Это было такое окошко, где было возможно сходить. И многие его ждали и постарались штурмовать. Кто-то не дошел, кто-то поторопился. Но вот наши ребята, они все-таки выложились на все 100%. И мы медленно спускались вниз. И, видимо, такова была воля случая, что мы задержались и увидели людей, которым была нужда помощь. Уже под самый конец спуска есть такая косая полка на Эльбрусе с южной стороны, пересекая которую мы спускаемся с седла до высоты 5100 метров на ту площадку, откуда может эвакуировать людей ратрак техника. В тот момент, когда мы доходили до конца, до нижней части этой косой полки, случайно мой товарищ увидел вдалеке человека, который где-то за перегибом, только часть его была видна. Я бы, наверное, даже не разглядел, если бы он этого не сделал. Он лежал в сугробе и махал рукой. Вот такая маленькая черная точка шевеляющаяся. Что-то там кричал. Прислушившись, мы услышали, что он зовет на помощь, но не по-русски. Это были ребята-альпинисты из Польши. Двое ребят, которые решили пойти на Эльбрус. Впервые они шли на Эльбрус, и они пошли без гида. Они, в принципе, были ребята подготовленные. Где-то они еще успели походить по Европе. Они вроде как были альпинисты, но с Эльбрусом они были не знакомы совершенно. И погоду на Эльбрусе, и обстоятельства на Эльбрусе, им все это было неизвестно. И так случилось, что на спуске им поплохело, они очень были уставшие. Шли они без гида, без сопровождающего профессионала, которого можно было бы, в принципе, прибегнуть к его помощи. На юге Эльбруса большое количество местных жителей, профессиональных альпинистов оказывают эти услуги. Но они, видимо, то ли решили сэкономить, то ли решили, что они самые умные. И они пошли самостоятельно. И на спуске один из них уже обессилевший, уставший, видимо, влияние гипоксии, сконцентрированность была потеряна. И один из них наступил сам же себе на ногу кошкой. То есть это такие острые металлические устройства, которые крепятся снизу ботинка, для того, чтобы на льду не скользить, чтобы они врезались в корку льда. И он, оступившись, сам себе на ногу наступил, пробил ботинок, поранил ногу, споткнулся из-за этого и покатился. Сама косая полка, она достаточно узкая. Если с нее оступиться, то по косогору улетаешь вниз. Это неприятное место, где большое количество ледовых трещин огромных. Если долететь до этого места, его называют трупосборник. Такое неприятное название, но обычно оттуда людей очень сложно достать. Они думают, что в этом снаряжении должны спать. А как ты думал про тихо? В ходу, в ходу, в базе. На приеме. Здесь две девочки потерялись. Сейчас полную информацию получу, скажу вам. Надо, наверное, забираться. Принято, принято. Ай! Принято, принято. Люди просто переоценивают свои возможности. Когда идут люди в горы, обязательно должны отмечаться у спасателей. Лиза, я не смогу дальше. Лиза, я не могу. Отдыхай. Обязательно должны спрашивать совета, спрашивать маршрут, состояние и так далее. Как правильно идти. Именно вот это бы очень хотелось сказать. Поэтому, пожалуй, это основное. Самочувствие как? Скоро дойдем до спасателей. Пока погода совсем окончательно не испортилась. Задают вопрос спасателям. Ты кого-нибудь спас? Работая спасателем, невозможно никому-то не спасти, наверное. Это как пожарный, который не был на пожаре, потому что все-таки... Они были, есть, как бы, чем больше людей, тем больше, как бы, получается, что несчастных случаев происходит. Пускай не серьезных, но их больше, потому что количество людей увеличивается. Не все могут ходить в горы, кто-то первый раз. Здесь горная болезнь. Я даже не знаю, как отвечать на этот вопрос. Спас кого-нибудь? Наверное, надо считать тех, кого не спас. Эй! Осторожно. А он сорвался. Как самочувствие? Давайте уберем веревку. База, база, мы нашли пострадавшего. Кастичная потеря сознания, работаем. Кому-то помог уже хорошо. Не знаю, я же говорю, это как состояние души. Не знаю, мне, наверное, нравилась эта работа, и как-то я душой болел. Наверное, получение удовольствия. Есть вот правил, которые не позволяют спасателям, допустим, работать в темное время суток. Жизнь спасающего, она не менее важна, чем жизнь спасаемого. Он не может рисковать своей жизнью из-за того, что кто-то наглупил. Но в такой ситуации, когда один человек погибает, они не могут не реагировать. И зачастую, несмотря на то, что вызов поступил поздно ночью, они не могут ждать до утра, хотя должны. Правила их тоже оберегают. Они работают в любое время суток, они рискуют жизнью. Мы вышли к ним где-то до обеда, а ночью их уже нашли. Они обе были без сил, сидели там под деревьями, хныкали. В итоге мы их забрали вниз, оказали там первую необходимую помощь, которая им нужна. И спустили вниз. На вертолете находят. У нас есть договор с вертолетной компанией. Мы сотрудничаем. Благодаря им очень много, было достаточно много спасработ было проведено. Несколько пострадавших снимали с Галалакая, с горы. Отсюда спускали, с Гидеша, туда вот дальше, за этими горами. Потом еще дальше туда, за этими горами, северная Прильбуссия, Чумурджар называется. Место было, это такие очень достаточно серьезные были спасработы. Спускали с Хаджибея, с Азгека, спускали с вертолета. При помощи вертолета, вернее. А происходит это так. Пострадавшие нам сообщают. Там обычно, если есть родственники или друзья, или кто-то знает, что люди ушли и знают, куда ушли. Или же они каким-то образом подали сигнал бедствия. Вот тогда мы уже по координатам, полетаем на местность. Чаще всего самоуверенные, неподготовленные люди, они и создают большую нагрузку на спины этих самых ребят. Спасатели на самом деле занимаются героическим трудом. Но я знаю, что у них не очень высокий оклад, как и у большинства бюджетников. Я знаю, что у них условия труда зачастую на грани жизни и смерти. Им приходится работать на износ круглые сутки в невыносимых условиях. Но при этом они там остаются. Потому что, не знаю, наверное, потому что это какая-то внутренняя сила, которая их зовет этим заниматься. Они могли бы стать инструкторами и зарабатывать гораздо больше, и иметь более спокойную жизнь. Но у них есть какое-то стремление помогать. Наверное, в этом дело. Когда случаются сложные ситуации, и мы находимся как раз на стыке этих ситуаций, и работают спасатели, мы тоже включаемся в работу. Но это скорее исключение, чем правило. Мы занимаемся своей частью работы. А вот они, конечно, посвящают свою жизнь тому, чтобы кто-то мог получить второй шанс вернуться в горы. Вы знаете, на самом деле как-то нам удается быстро находить людей. Живыми быстро находить. Иногда мы вот выходим на спасработы во избежание нападения диких зверей вот с такими палочками. Палачками-вручалочками. Хорошая штука. Обороняемся как бы. О чем ты мечтаешь, братишка? Расскажи про свои мечты. Чтобы мои близкие и все мои друзья, с кем я работаю, чтобы их близкие никогда не болели и не знали горя. Вот это было бы замечательно. Я о чем могу мечтать? О свободе мечтаю. О свободе. А вот такой свободе вот вокруг горы. О горах мечтаю. Чтобы, да, как он говорил, я повторяюсь, в мире, во всем мире, чтобы не было никакой войны, чтобы все люди понимали друг друга. И чтобы они всегда улыбались друг другу. Они ухомливались вот так, и они показывали друг другу, и вот этого, чтобы не было. Спасибо, что вы воспользовались нашей авиакомпанией. Вам по ходу будут предложены прохладительные напитки. Продолжение следует... Продолжение следует...